Так, где же мне урок английского провести? Да хоть на этом пне. Надеюсь, посидев на этом пне, ум этого пня не передастся мне. Итак, друзья, привет! И сегодня мы поговорим о том, зачем нам нужны артикли. В английском языке. Итак, артикли нам показывают уникальность, либо степень уникальности. А именно степень уникальности, это сказано слишком громко, скажем так, так как всего две степени уникальности. Уникален или не уникален. То есть, вернее, мы поговорим о том, что артикли нам показывают уникальность объекта или же не уникальность объекта. Либо объект уникален, либо объект не уникален. Итак, зачем нам нужно знать, уникален ли объект или нет? Какой объект это может быть? Объект может быть любой. Это может быть пень, это может быть дерево, это может быть знание. Это может быть объект, на который мы можем посмотреть или мы можем не посмотреть. Мы можем его увидеть или не можем его увидеть. Объект, который мы можем пощупать или же мы не можем пощупать. Он находится в поле нашего зрения или досягаемости или вне поля нашего зрения или досягаемости. Мы можем смотреть на этот объект, а можем и не видеть этот объект. То есть любой объект, о котором мы говорим, он может быть рассмотрен с двух позиций. Этот объект уникален или этот объект не уникален. Так, зачем нам теперь нужна уникальность или не уникальность? Зачем вообще нам рассматривать объекты с этой позиции? Уникальный объект или неуникальный объект? Ну, как в любой коммуникации, у нас есть определенные принципы. Вот рассмотрим даже коммуникацию, любую, не только языковую коммуникацию между людьми, но и между машинами, например, языки программирования, к примеру. Вот такой пример. Мы создаем веб-сайт, программируем веб-сайт и указываем машине, чтобы она изменила шрифт у этого меню, именно у этого меню, уникального меню, именно на этой странице и в этом месте страницы. То есть именно это меню и никакое другое. Вот эти мы показываем уникальность. Вот зачем нам уникальность нужна. То есть если мы в теннис играют, поэтому извиняюсь за звуки тут. Поэтому если мы, например, скажем, машине изменить фон шрифта, фон шрифта, говорю, шрифт и размер шрифта и, скажем, цвет шрифта изменить у этого уникального и больше именно этого меню и никакого другого меню изменить размер шрифта, мы к этому меню должны будем применить какой-то маркер, чтобы это меню стало уникальным и чтобы машина знала о каком именно меню я ей говорю, чтобы она изменила фон, цвет изменяюсь и размер шрифта. Вот из-за этого нам нужна уникальность. Именно для этих целей, чтобы о чем-то, чтобы о том, о чем мы говорим, с машиной, например, или машина говорит с машиной, чтобы они знали о именно каком объекте уникальном они говорят, а иначе бы они изменили бы какой-либо другой объект. Например, мы можем также машине сказать, чтобы машина изменила размер и цвет шрифта всех меню на веб-сайте. То есть в данном случае все меню или, скажем по-другому, каждое меню или еще даже скажем по-другому, любое из меню на веб-сайте, вот мы машине даем такие инструкции, чтобы машина изменила цвет и размер шрифта любого из меню, каждого меню или одного из, любого из меню, скажем так. То есть мы не говорим машине изменить цвет и размер шрифта именно на определенной странице, в определенном месте и именно этого меню и никакого другого. То есть в коммуникации, в любой коммуникации очень важно определить именно уникальность объекта, чтобы все участники коммуникации и разговора, чтобы все участники были как бы на одной волне и они знали о чем идет речь. Потому что если один из участников не поймет, скажем, о чем идет речь, и, например, возьмем такой объект, как стол или стул, и я, например, говорю об определенном столе или стуле, один из участников разговора может не понять, именно о каком столе или стуле я говорю. Он может понять, что я говорю о любом стуле или любом столе, а я говорю именно об этом столе, именно вот с этой трещинкой, именно вот с этим цветом, этого цвета стол, или, скажем, этой ширины, высоты стол, именно стоящий в этом углу стол. То есть у этого стола есть своя уникальность, и именно этот стол и никакой другой. То есть я не говорю о столе, как о любом столе в мире, например. А один из участников разговора может так и понять, что я говорю о любом столе в мире, а не именно об этом столе, который стоит именно тут, и имеет именно эту трещинку, и именно вот этот стол и никакой другой. И, например, в чем может отразиться вот это недопонимание в разговоре. То есть один участник не понимает, о каком столе я говорю. Я говорю именно об этом столе, а он думает, что обо всех столах в мире. И о любом столе в мире. Или о каждом столе в мире. Или о одном из столов в мире. То есть в чем это может, как это может вылиться на нас, так сказать. Недопонимание в разговоре, вот в таком, может у нас отразиться в том, что происходят ошибки. Ошибки, которые потом нам встают материально, скажем. Или же какие-то катастрофы могут произойти в мире из-за того, что один из участников коммуникации недопонял, о чем идет речь. Поэтому определить степень, или, скажем, определить уникальность, либо неуникальность объекта очень важно. Очень важно. И мы, теперь мы разобрались, что, скажем, разобрались, вернее, что в языке очень важно определять уникальность, либо неуникальность объекта. В любом языке. Даже в языке программирования. Или в языке людей. И, значит, если в языке программирования мы к объекту добавляем определенный маркер, этим самым показывая, что вот именно это меню нужно изменить, именно на этой странице, именно в этом месте. И никакое другое меню. То этим маркером в человеческой речи, в английском языке, у нас служат артикли. То есть определенный артикль, the, и является этим маркером, который показывает, что нужно использовать именно, что мы говорим именно об этом уникальном объекте и не о каком другом объекте. Вот. Значит, вот это есть предназначение у определенного артикля. Неопределенный артикль, в свою очередь, является как бы антиподом, противовесом определенному артиклю. Неопределенный артикль, наоборот, показывает, что этот объект не уникален. Что не то, чтобы этот объект, скажем, что объект не уникален, что это один из, например, скажем, дерева. Мы говорим о дереве, и если мы употребим неопределенный артикль перед словом дерево, то мы имеем в виду любое дерево на земле, одно из всех деревьев на земле, или же одно из всех деревьев в этом парке, или же каждое дерево в этом парке, или каждое дерево на земле. Но мы не говорим, что именно вот это дерево с этой трещинкой, с этим цветом, в этом расположении, мы не говорим именно вот об этом дереве и ни о каком другом. Мы говорим о любом дереве в парке, любом дереве в мире, одном из деревьев в мире или в парке, к примеру. То есть, этим самым мы как бы ставим этому объекту маркер неопределенности или, скажем, неуникальности. И таким маркером в предложении служит артикль, артикль A, неопределенный артикль A. Итак, мы определились с вами, что у нас есть уникальность объекта и зачем она нам нужна. Так, какие маркеры мы используем для того, чтобы показать уникальность объекта в английском языке, мы тоже с этим определились. Так, вы можете задать мне такой вопрос. Ну, в русском же у нас нету таких маркеров. Так, зачем англичане придумали эти артикли, чтобы показать уникальность или неуникальность объекта? Зачем же они это сделали? Наверное, они хотели, чтобы мы потом сдавали тесты по английскому и ошибались и заваливались на этих тестах. Или же они это сделали для того, чтобы мы, изучая английский, у нас была отбита вся охота изучать английский язык. И мы просто бы сказали, мы не хотим его изучать из-за того, что вот нам артикли так мешают, и мы не понимаем эти артикли. Ведь в русском мы их не употребляем, в русском ведь их же нет, в русском ведь это же так легко и хорошо без артиклей-то жить. Стоп! Отмотаем назад. Так зачем же нам нужны артикли в английском языке? Зачем же нам нужны эти маркеры уникальности, либо неуникальности объекта? Ведь в русском языке у нас таких маркеров нет, и мы спокойно и прекрасно обходимся без этих маркеров определенности и неопределенности. Мы прекрасно понимаем друг друга в русском, когда мы говорим по-русски, и не используем таких артиклей, которых у нас даже и нет. Вот. Ответ на самом деле тут есть. Как я вам уже сказал, маркеры уникальности, они присутствуют в любом языке. Даже в языке программирования, даже в нечеловеческом языке, а в языке машин. Потому что нам всегда надо определиться, все участники разговора или диалога должны определиться, о чем они говорят. Они говорят о предмете, который представляют все другие предметы в мире или объекте, или же именно об этом объекте. Или, скажем так, мы говорим об одном из объектов, или же мы из этого класса объектов. Или же мы говорим о конкретно этом объекте, именно этом объекте и ни о каком другом. Мы должны определиться в любой коммуникации, о чем мы говорим, для того, чтобы не происходило неприятных, чтобы неприятные вещи не происходили в мире. Так как мы не определились, о чем мы говорим. То есть все участники разговора должны, или диалога должны определиться, о чем конкретно они говорят. Говорят ли они об этом уникальном объекте, или они не говорят об этом уникальном объекте. То есть, или они говорят о чем-то не уникальном. На самом деле уникальность или неуникальность объекта присутствует в каждой коммуникации, в любой коммуникации. У коммуникации тоже свои есть. Коммуникация это тоже наука. Там есть односторонняя коммуникация, двусторонняя коммуникация одновременно, отсылающая сторона, принимающая сторона и так далее. То есть это целая наука. И в коммуникации тоже объект коммуникации, он тоже может быть уникальным объектом, а может быть и в коммуникации то, о чем мы говорим. Может быть чем-то уникальным, а может быть чем-то неуникальным. В любом языке, также в языках программирования. Вот в русском как мы справляемся с этой ситуацией, когда нам нужно сказать о чем-то уникальном. На самом деле в русском у нас есть такая вещь, как система падежей. Падеж именительный, родительный, дательный, винительный. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Все мы об этом знаем со времен со школьной скамьи. Однако, как это влияет, вот эта вот более или менее развитая система падежей. Почему я говорю более или менее, потому что относительно развита, относительно английского там всего два падежа, относительно других языков где-то около 30 падежей. Поэтому более или менее развитая система падежей в русском нам позволяет изменять порядок слов в предложении. Например, так вот, скажем, чтобы вот вы немножко представили. В парке сидит парень. И, для сравнения, парень сидит в парке. Вот в первом предложении, как бы, парень не очень-то определен и уникален. А во втором предложении он довольно-таки уникален. Именно о каком-то парне мы говорим. Так вот, в русском языке, значит, у нас порядок слов в предложении играет большую роль. И мы как хотим, так и вертим это предложение. Мы можем сказать, благодаря, кстати, падежной системе, более или менее развитой. Поэтому мы можем менять порядок слов в предложении. И мы поймем, о чем идет речь. То есть, мы можем сказать, парень сидит в парке, в парке сидит парень, сидит в парке парень. И, то есть, мы меняем порядок слов в предложении. Таким способом мы можем, как бы, намекать об уникальности или неуникальности объекта. И вот это один из, кстати, способов, как нам передать уникальность или неуникальность объекта в русском предложении. Поэтому, как бы, у нас есть и другие способы, конечно же. Мы можем конкретно сказать этот парень, мы можем сказать слово конкретно, конкретно этот стол. И мы, как бы, знаем уже, что именно этот стол и никакой другой. То есть, мы по-разному можем в русском языке передать уникальность или неуникальность предмета. Мы можем сказать любой парень в мире, а мы можем сказать один из парней в этом парке. А мы можем сказать именно вот конкретно этот парень и никакой другой. То есть, мы определили, ставим маркер уникальности перед существительным, перед этим объектом, скажем так, более проще, без научных слов. И этот маркер уникальности у нас, в качестве маркера уникальности у нас может выступать порядок слов в предложении в русском. Либо мы можем конкретно слова говорить какие-то, например, этот, это и так далее. То есть, а в английском языке мы, конечно, тоже можем употребить слова этот, это, но тогда артикль исчезает. Ну, вот именно хотел поговорить об порядке слов в предложении. Английский – это структурный язык. То есть, в английском есть свой порядок слов, подлежащий сказать... Ну, так, забудьте науку, не обращайте, о чем я говорю, внимание на то, что я говорю. Просто обратите внимание, что есть свой порядок слов в предложении. Например, подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельства места, обстоятельства времени. Скажем, видите, какой строгий порядок слов в предложении. То есть, сначала идет тот, кто исполняет действие, затем действие, затем дополнение, на что направлено действие. То есть, есть очень строгий порядок слов в предложении. Как бы нам не нужно сейчас об этом циклиться на этом, зацикливаться на этом. Но нужно знать, что английский язык – это структурный язык. То есть, у него порядок, есть определенный порядок слов в предложении. Он чаще всего естественным путем выучивается, как бы мы не задумываемся, что там подлежащее, что там сказуемое. Просто говорим, и чаще всего то, что естественно мы говорим, оно так и выходит структурно, как в английском. С практикой это приходит. И значит, у нас мы не можем в английском менять порядок слов в предложении, так как мы это делали в примере с парнем. Значит, в парке сидит парень, либо парень сидит в парке. Так в английском мы не можем делать в большинстве случаев, скажем так. Естественно, английский – это не математика и не точная наука. Всегда есть некоторые исключения и так далее. Стилистические всякие окраски, где можно переставлять слова. Но по большей части, в основном, мы так не можем поменять порядок слов в предложении, так же, как мы это делаем в русском. Однако, и так, значит, в русском мы с помощью перестановки слов, с помощью изменения порядка слов в предложении определяем объект как уникальный или не уникальный. В английском мы этого делать не можем. И вот поэтому в английском у нас есть такие маркеры, другие маркеры уникальности, как определенный или не определенный артикль. То есть, естественно, мы этот маркер ставим перед объектом. И таким образом мы даем собеседнику понять, что дальше будет что-то определенное, уникальное, о чем мы будем говорить. Или же мы ставим маркер неуникальности, то есть, не определенный артикль A. И таким способом мы даем собеседнику понять, что далее мы будем говорить об объекте не очень-то и уникальном. Или, скажем, о неуникальном объекте, одном из объектов этого класса. Или о любом объекте из этого класса. Например, дерево. Один из объектов класса всех деревьев, например, в парке, скажем, или всех деревьев в мире. Но не именно это конкретное дерево. Для этого, значит, мы поговорили о том, что у нас, значит, в русском мы можем переставлять слова для того, чтобы показать уникальность. В английском мы этого делать не можем, так как английский это структурный язык. Определенная структура есть, определенный порядок слов в предложении. И поэтому мы этого делать не можем. И вместо этого мы используем определенный артикль или неопределенный артикль. То есть маркер уникальности или же маркер неуникальности. В следующем уроке именно какой у нас определенный артикль, какой у нас неопределенный артикль, как они произносятся и так далее, мы поговорим об этом в следующем уроке. Но я просто хотел вам рассказать о том, зачем вообще артикли нужны Почему они в английском есть, а в русском их нет На самом деле мы говорим об уникальных предметах и объектах в русском языке Но мы просто не используем артикли, а используем другие средства, другие инструменты для этого А в английском этих инструментов нет, и поэтому они используют другие И вот поэтому они присутствуют в английском, а в русском они не присутствуют Кстати, благодаря падежной системе в русском мы можем переставлять эти слова И как бы понятно, о чем мы говорим В английском языке нет такой развитой падежной системы, как в русском языке И поэтому мы вынуждены использовать другие средства, как артикли А представьте, англичане учат русский язык Как же им будет сложно выучить наши падежи Это же именительный, кто что, родительный, кого чего Например, парк в именительном, есть парк, нет чего, нет кого, нет парка То есть парк в именительном, в родительном парка Парка, да, это настоящая парка для иностранца Или же, скажем, машина В родительном машины нет чего, машины То есть машина, машины А если парк, то парк, нет чего, парка То есть там а, там и И так стол, нет чего, стола Или скажем, корень, нет чего, корня Там вообще все меняется Корня, нет корня Но очень сложно иностранцу будет изучать наши падежи Для того, чтобы уникальность объекта выразить Так что мы должны быть очень благодарны, что в английском нету такой развитой системы падежей Что нам не нужно учить, изучать эти окончания все В каком падеже, какое окончание Нам просто нужно вместо этого выучить определенный и неопределенный артикль Это настолько просто, настолько легко По сравнению с тем, как они изучают русский И изучают все эти окончания и так далее Для того, чтобы выразить расстановкой слов в предложении Уникальность объекта или его неуникальность Так что мы должны быть очень рады То, что в английском нам не нужно учить падежи, окончания и так далее И при помощи перестановки слов обозначать уникальность или неуникальность объекта Так как мы это делаем в русском языке Но в русском мы, слава богу, это делаем естественным способом Нам это, так сказать, легко дается Так как мы с детства разговариваем на этом языке А вот им, представьте, как это Вот, поэтому я считаю, что лучше изучать артикли в английском Чтобы показать определенность или неопределенность Или, скажем, уникальность или неуникальность объекта Или же изучать падежи Чтобы потом при помощи перестановки слов в предложении Мы могли бы обозначить уникальность или неуникальность объекта Что же легче? Конечно же, легче изучать артикли Поэтому мы очень должны быть благодарны Что язык нам, английский, дал такой именно инструмент Чтобы забыть о падежах Потому что если бы в падеже, в английском были бы падежи То мы бы тогда, возможно, и не имели бы артикли Так как мы могли бы переставлять слова Парень сидит в парке определенный, конкретный, уникальный И в парке сидит парень В парке сидит парень и парень сидит в парке То есть вы видите, что в одном случае это уникальность объекта А в другом случае неуникальность объекта Вот этот ответ на мой вопрос Зачем же они придумали артикли? И зачем они в русском? Ведь в русском же этого геморроя нет Так зачем же в английском они устроили вот этот геморрой с артиклями? Но поверьте мне, в русском есть другой геморрой Это изучать падежи Особенно для иностранца это очень тяжело Зачем же как бы вторая функция артиклей? То есть мы ставим артикль, то есть этот маркер определенности или неопределенности Определенный артикль или неопределенный артикль Мы ставим эти артикли Перед каким-то объектом Объектом может быть любой объект Этот объект может быть в поле досягаемости Мы можем его потрогать И можем на него посмотреть А может быть объект, который мы не можем потрогать Например, знание, например Мы не можем потрогать Или же объект Мы можем посмотреть на этот объект Вот дерево стоит, например А можем и не видеть этого объекта Этот объект может быть в поле нашей Недосягаемости нашей То есть, этот объект может быть по расстоянию недосягаемым, он может быть ощутимым, неощутимым, мы можем пощупать или не пощупать и так далее. То есть, существительное, проще говоря, мы ставим существительное перед... То есть, маркер определенности или неопределенности в английском перед этим объектом, чтобы показать, этот объект уникален или не уникален. Вот зачем нужны нам, значит, это, значит, первое предназначение артиклей Значит, второе предназначение артиклей, это, чтобы, так как в английском одно и то же слово Может означать и глагол, и существительное Например, слово run Run означает и бежать, бегать, а также может означать бег Поэтому может означать объект, что, бег, то есть не глагол И чтобы, и если мы, например, перед словом run поставим этот артикль То мы уже показываем, что дальше идет либо определенный уникальный объект Либо не уникальный объект То есть в любом случае не глагол Вот что я хотел сказать То есть второе предназначение артиклей показать, что далее у нас идет какой-то объект Существительное, а не глагол Так как в английском и глагол, и существительное могут быть выражены в одном слове Одним словом Одним и тем же словом Так вот, значит, об этом я и хотел с вами поговорить Спасибо, что посмотрели такое длинное видео, но надеюсь, что оно вам очень хорошо разъяснило Что есть что, зачем нам нужны артикли, почему в русском их нет Как же мы в русском без них обходимся, а в английском вот никак обойтись не можем И обязательно должны ли мы учить и так далее и тому подобное Помните о том, что как иностранцы учат наши падежи И вам сразу станет на душе легче, когда вы будете изучать английские артикли Эти маркеры определенности или неопределенности Или, скажем, маркеры уникальности и неуникальности То есть определенный артикль и неопределенный артикль Именно как они звучат, как они употребляются, примеры в следующих видео Спасибо, что смотрели, оставайтесь с нами